ДИКОН САНДЖОН Что за хрень они тебе там поручили? Меня тут типа в пехоту упекли Ходим целыми днями, жом гнезда Рубим деревья, бревно таскаем Извини, чем ты говоришь занят? Исследовательский проект Меня посылают водище за сырьем для... Да, короче О, черт, я об этом слышал Да, да, они делают оружие Биологическое, химическое Чтобы всех фриков спалить, так? Так, все, мне пора Ладно, ладно, слушай Тут такое дело Я просто не уверен, что правильно Сделал, вступив в эту арку Понимаешь? Тейлор, что у тебя за рация? Тебя точно не прослушивают? О, черт О, черт Ха, я так и думал Ладно, все, конец связи Капрал Дейкансен Джон Как меня слышно? Эй Тейлор, что тебе нужно? Ага, ты на связи Короче, я вдуплил, как этой штукой пользоваться Теперь у меня защищенные каналы и все такое Как дела, чувак? Тейлор, я сейчас занят, так что... Да, 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 извини, извини В общем, тут прошел слух, что кто-то провозит наркотики в лагерь прямо под носом у полковника И наркота хорошая Что-нибудь об этом знаешь? Я не употребляю, так что нет Я вообще не в курсе, а что? Не-не-не, я тоже нет Просто тут этот парень, один из новобранцев, подозрительно себя ведет Постоянно выезжает куда-то, приезжает Я подумал, прослежу-ка я за ним Посмотрю, чем он занимается Этого еще не хватало Просто скажи Коури, он сам разберется, ты понял? Да, 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 да Ты прав, ты прав, ты прав Ладно, мистер Сен-Джон Поговорим потом, как там, как там, конец связи Господи, Тейлор, вот куда тебя несет? Это радио Свободный Орегон Правда, освобождает Я тут узнал, что некоторые из вас сотрудничают с Неро С Неро Которые у нас на глазах уничтожили группу выживших С Неро Которые бросили нас погибать во всем этом дерьме Кто-то назовет этих людей дураками У меня есть другие из вас Предатели И поверьте, к предательству я отношусь серьезно Но я человек разумный, поэтому на первый раз просто предупрежу Хватит Прекратите Прямо сейчас Пока мы вас не нашли А мы найдем И тогда Вы поплатитесь Я лично повяжу вас на самом высоком дереве, какое найду А когда вы будете на последнем издыхании Мы четвертуем вас И скормим вашим любимым фриком Это я вам обещаю С вами Марк Коплант Это радио Свободы Орегон Не верьте лжи Да, ну, Коуп Меня это тоже бесит Флаг тебе в руки Ворота Момент Это капрал Сэм Джон Пропустите Р болт Петро Р болты Р болты Р болты Не мешашку Сер Big Р болт Так Никто Сvl 5 Булт Поехали convinced Читание Читаем Парап Нzu Капрал, прием. У меня есть дело, требующее уникальных способностей. Конечно. Да, сэр. Помнишь Васкиса? Того, что в самоволку ушел, мы проследили за ним до лагеря лесорубов. Помню. Этот человек, сержант Леандерсон, был его напарником. Его почти задержали, но он убил охранника и сбежал. Неплохие понятия о чести у ваших людей. У наших? Ты сам из наших, между прочим. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Кстати, как и Васкис, он был не один. Класс. Капитан Коури, я там, где в последний раз видели сержанта Андерсона. Если на нем наша повязка, принеси ее мне. Не хочу, чтобы я... Ладно, Андерсон, давай сразу к делу. Пригодится. Поехали. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он точно где-то здесь. Да где же он? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, надо осмотреться. Что тут у нас? О, черт, волки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это здесь. Посмотрим, что тут у нас. Господи, это лишь туалет самотащит. А как мне теперь забрать свой трофей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобождает. Знаете что? Пока все это не произошло... Мы были грущими и тупыми. Сколько засады устроили на этой неделе. Лишь бы быть спокойными, как жирные счастливые коровы. Еда, телек, выпивка, героин. И это работало. Но теперь... Теперь мы ощутили всю боль сполна. До капли. Мы смотрим на мир широко открытыми глазами. Теперь вы видите, что с самого начала я был прав. Теперь нас никто не проведет. Именно мы теперь стоим у руля и справляемся в сто раз лучше федералов. Вдохните полной грудью. Вы свободные люди. И никто больше не лишит вас этой свободы. С вами Марк Коуплант. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Да, Коуп, я ощущаю эту боль. А кто не ощущает? Ну, Джессик Карлос Уильямсон, покойся с миром. Да, инъектор «Неро». Рабочий хоть? Могут. Могут. Продолжение следует... В башку! Продолжение следует... 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 Сэн Джон, ты на связи? Да, я здесь Это Уивер, что там с моей заявкой? Ты хоть заглянул в неё? Что? Ты теперь чуть ли не каждый день ведьму обслуживаешь Я чувствую себя обделённым Да, да, то есть Да, сэр Полистирол, нужен полистирол, верно? Ага, вот именно, полистирол Если ты не знаешь, где его взять На девяносто седьмой трассе к югу от Чимул Ты есть разбившийся грузовик под водонапорной башней Найдёшь? Да нет Короче, найду я его Грузовик, да? Достану я этот полистирол Уж постарайся Конец связи Коврал, сэр Да, сэр Коврал И украл один из служебных мотоциклов Его видели на Саут Рим Драйв Украденный мотоцикл с синим бензобаком Найди его, Коврал Да, сэр Я его высвяжу Коврал Возьми предателя Живым Живым, сэр? Мы его повесим, Коврал Чтобы никто больше не подумал Что можно плевать на законы ополчения Как и на законы, господа Слушаюсь, сэр Спокойно Сэн Джон вызывает Уитакер В общем Коврал Сэн Джон Да, Мэтт Полковник тут Водонапорная башня Приехали Он должен быть где-то здесь Теперь Полистирол Тут еще одно гнездо Сейчас мы его Гори в аду Гнездо где-то рядом Я ночую вонь Чую по запаху Гнездо где-то рядом О, вот Вижу О, вот Вижу Еще немного Еще чуть-чуть Еще кусок КОНЕЦ 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 Вautres КОНЕЦ Вот и горите! Чёртовы крикуны! Гнездо. Должно быть где-то здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пригодится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этого хватит. Отмечу на карте, пусть потом Коури кого-нибудь пришлёт за остальным. Ладно. Надо валить отсюда, пока Орда не прибежит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сент-Джон вызывает Уитекер. В общем... Капрал Сент-Джон. Да. Мэтт, полковник тут. Как раз говорила, как ты мне помогаешь. Капрал Сент-Джон? Да, лейтенант Уитекер. Очень тебя хвалило. Я просто делаю свою работу, сэр. Я рад. Лейтенант Уитекер сильно отстаёт от графика. Может, с твоей помощью? Мэтт, я же сказала. Биология, моё исследование, это намного сложнее, чем просто сделать бомбу. Уивер всего лишь... Лейтенант Уивер опережает график. Если вы не сможете его догнать, я заберу ресурсы с вашего проекта и переброшу на его. Вам ясно? Вперёд! Мы его сделаем! У нас идея! Что же? Ну, что же? Лейтенант Уивер опережает график. Если вы не сможете его догнать, я заберу ресурсы с вашего проекта и переброшу на его. Вам ясно, лейтенант? Да, сэр. Ясно. Работайте. Всё нормально, а то похоже, что... Извини, мне пора. Посмотрим поближе. Не-а, не туда. Ладно. Где? Навык не растерял. Полковник, я его нашёл. Это точно он. Напоминаю, мне он нужен живой. Да, сэр. Я понял. Отбой. Ну, давай, сволочь! Чёрт! Нет! Что ты делаешь, капрал? Ты взял за того! Устаним! Привет! Есть! Да, да, да! Что ты натворил, сучий? Ты потрох! Нет. Нет. Что за хрень? Собрался в самоволку, ну ладно. Но зачем убивать двоих? Пусти меня, пожалуйста. Отпусти меня. Я скажу тебе, где я их спрятал. Чисто. Извиняй. Полковнику расскажешь. Полковник, я его взял. Живым. Высылаю вам координаты. Капрал, хорошо. Сейчас отправлю патруль. Потом выйди на связь. Отбой. Бросай меня. Ладно, можно. Привет. Я тут принёс, что ты просил. О, класс, класс. Положи вон туда. Дай-ка возьму. Ага. Неплохо. Ну, как там дела с лейтенантом Уитакер? В смысле? Ну, чувак, я же вижу. Ты всё время к ней бегаешь? Выполняю свою работу. Как скажешь. Да, я тоже поначалу хотел. К ней подкатить. Чё, правда? Да, старик. У дамочки потрясная жопа. Я по жопам. Слабость моя. Ага, ну, и как прошло? Да, жесть вообще. Она меня повалила. Чуть руку мне не сломала. Короче, ты с ней поосторожней. Она нервная. Да, я буду иметь в виду. А нужно ещё что? А, нет, бери это и за мной. Потрясная жопа, блин. Полистирол — это ароматический полимер, а бензин состоит из простых алифатических углеводородов. Поги выговори. В общем, если их смешать, молекулярное взаимодействие в полимере ослабевает. Ну да, кто же этого не знает. Это друг мой, напалмовый коктейль. И с ним мы выиграем эту войну. Доведу формулу до ума, и гореть будет жарче ацетиленовой горелки. Сечёшь, братан? О, да, я отсеку. Приходилось видеть. Ещё что-то нужно? Неа, всё есть. Почти то, что надо. Кабум! Мало им не покажется. Подпали им кому-то жёлткие. Сара. Что? Положи там, на стол. Ладно. Извини. У меня иногда просто нервы не выдерживают. Да ничего, я просто пришёл за новым списком. Нет, знаешь, этот я тебе не отдам. Да? Почему? Потому что с тобой и поеду. Идём. Пошли, боец. Постарайся не отставать. Ну-ну, когда ты в последний раз выбиралась туда? Ну, ты понимаешь, водища. Я ходила за припасами, как и все. Хотя, признаю, это было давно. Тебе байк-то есть? Да, но в этот раз я лучше поеду с тобой. Так мы точно друг друга не потеряем. Есть, мэм. Хватит меня так... Тебе уже показали ковчег? Пещера-то? Да, сразу по прибытии. Мне сам полковник устроил экскурсию. Слушай, даже ты должен признать, он здорово всё продумал. Сбор припасов, подготовка, планы по спасению всего, что можно. С одним не поспоришь. Этот остров – настоящая крепость. Так просто на него никто не пробьётся. Это точно. А вот и моя палатка. О, как уютно-то. Чувствуется женская рука. Короче, я вообще тут не бываю. Сплю чаще всего прямо там, в лаборатории. Неплохо, вот это по-взрослому. Это мне Мэтт подарил в первый же день. Мэтт? Полковник. Ну хватит, это просто пистолет. Так, иди за мной. Я тебе кое-что покажу. Ну, пошли. Когда я сюда попала, почти все деревья были уже срублены. Я попросила Мэтта, полковника, не трогать последнее. Да? И зачем ты это сделала? Помнишь, как мы приехали сюда на выходные на Крейтер Лейк? После свадьбы. Да, я помню. Я сидела и думала, господи, когда взорвался вулкан Мазама, сколько же нужно было времени, чтобы остыла лава, появилась почва, выросли все эти деревья. Когда это кончится? Когда мы свалим с этого долбаного острова? Я хочу, чтобы тут хоть одно осталось. Слушай, им на все это абсолютно наплевать. Я видел их мертвую зону. Полковник думает только о том, как победить. И чем быстрее я закончу свой проект, тем быстрее он перестанет все сжигать. Ты чего? Да нет, ничего. Поехали. Держись, а... Держись крепче. Я помню. На Востоке есть муниципальный колледж, рядом с шоссе. Знаешь его? Да, да. Поедем через Южный мост. Так быстрее. Давай. Слушай, я хочу спросить, а все эти штуки, дрожжи, силикогель? Оружие, которое я делаю, это вируцит. Если выделить вирус, вызывающий мутации, я найду способ его убить. Понятно. Вирус. Поехали. Давай. 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 Держись. Можно тебя спросить Что было после той ночи в Ферволе? То есть, как ты выбрался? Можно сказать чудом Когда федералы свалили Все, кто остался, начали строить свои блокпосты И они стреляли во всех без разбора Мы добрались до того лагеря беженцев Мы думали, ты будешь нас там ждать Но там никого не осталось Мы побывали в других лагерях Та же история Никто не выжил Все разгромили Короче, за неделю Весь Орегон превратился в зону боевых действий Люди убивали друг друга за кусок хлеба Иногда убивали вообще просто так, без повода Если бы мы с Бухарем не держались вместе Вряд ли бы мы спаслись Так, погоди, он жив? Где он? Что с ним стало? Да, он жив, но он в лагере на севере Он больше не может ездить, потому что он потерял руку Но, короче, он жив Я так рада, что он уцелел Прости, мне надо было сразу о нем спросить Да ладно уж Ну, моя очередь Ладно, слушай, это, конечно, сейчас глупо прозвучит, но Что там с моим кольцом-то в итоге? Оно еще у тебя? Дикон, извини меня Тут такие правила При поступлении в лагерь все украшения забирают Золото и серебро идет на переплавку Для проекта Уивера или еще чего-то Я уже забыла Мне правда жаль Нет, не извиняйся Я просто размышлял вслух Мне плевать Все, вроде приехали Ты тут уже бывала? Один раз Еще, ну, до того Профориентация Рассказывала подрастающему поколению Об улет на работе в биохимии Да уж Ты чего? Ничего, просто Лучше бы я тогда провела лекцию На тему, как пережить конец света Идем Как тут пробраться? Ищем обходной путь? Нет, подожди Я могу тебя подсадить Готово? Да Достаешь? Ага Так, аккуратней Ага Господи, что тут произошло? Это был один из первых лагерей уцелевших Поставили раньше, чем поняли Что орды любят бегать по дорогам Я его нашла давно мертвым Тут небось полным полно фриков Да Ты знаешь, куда идти? Я здесь всего один раз была Но вроде научный корпус это там Так, тут шакалы пришло, да? Эй, 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 подожди Что такое? Просто не надо пока их провоцировать Мы даже не знаем, что там Да знаем и что там Там сраные шакалы Давай их просто обойдем Здесь нам не пройти Да Кто-то тут забаррикадировался на совесть А может здесь? Дверь заперта, но за ней вроде ничего Сможешь взломать? Вроде Должно Получиться Ага Вот Ага А сюда Тут никого Иду Помоги ко мне сдвинуть Погоди, сейчас Ты готова? Толкай Да, пошли Стой Назад 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 Стопа Стой Ага Ну что, тогда идем в обход Так нет, подожди-ка Есть способ Чего? Есть способ А если оба вылезем, они накинут со всей тучи и тогда все О, придумал Давай ты залезешь вон туда и будешь прикрывать меня Ты выносишь тех, кто отбился, а я остальных А ты так уже и делал? Да, блин, конечно, много раз Только ты стреляй, не переставая, поняла? Дикон А только выйду, сразу дверь закрой Ладно Все получится Давайте Дикон, берегись Не подпускай их Кажется, это все Ага Спускайся Все чисто Ты цел? Господи, мы были на волоски Да не, все было под контролем На выстрелы сбегутся другие Нас к тому времени тут уже не будет Куда теперь? Не знаю Они тут хорошо так все перегородили Посмотри, может, где дыра какая в стене Что-то, где можно забраться Ладно, я посмотрю здесь Есть что? Эй, иди сюда, тут открыто окно Иду Ну что? Да, я дотянулась Погоди, найду что-нибудь А, Зара Сейчас Надо что-нибудь тебе скинуть А, черт! Нет, Дикон! А, черт, черт, черт! Да что ж такое? Найди там что-нибудь, чтобы я залез Еще! Давай, давай Дикон, держи! Дикон, держи! А, сам не знаю Помнишь Ты раньше уговаривала меня вернуться в колледж? А, было дело Вот и сбылась твоя мечта Ну что, лучше поздно, чем никогда Спасибо Готов? Идем Ладно Давай теперь я первая Да, мэм Как скажете Тут как будто бомба рванула Может и рванула Пойдем Кажется, здесь есть проход Дверь заклинила Ну-ка, дай я Не, не надо, я сама Ну вот, видишь? Ну вот, видишь? Я сама Да Да Молодец Спасибо Так что, сильно тебе нужно это оборудование? Слушай, мы почти дошли Нельзя вот так взять и сдаться Я просто спросил Теперь мы знаем, как фреки сюда пробирались Кто-то не научился парковаться Вроде никого Черт Тут тоже повсюду баррикады Осмотри здание Я вижу научный корпус Вон он Теперь бы только перебраться Смотри Открытое окно Ага Давай, я опять тебя подсаживаю Только теперь уж Постарайся найти что-нибудь побыстрее Ага, именно Есть Так Жди И постарайся больше не привлекать их внимание Я приложу все усилия Сара, я сейчас! Давай, давай! Сара! Нет! 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 Сара! Нет! 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 Сара! Господи, Сара! 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 Нет! Нет! Сара! 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 Сара, Сара О господи Их было так много Они шли Не бойся Все хорошо Ну-ка, давай Нормально Мы почти пришли Это научный корпус Да, и похоже они там Они что, забаррикадировались изнутри? Где-нибудь должна быть лазейка Точно все нормально? Да Я уже убивала фриков Нет, я знаю, знаю Просто Все нормально Идем Вот эту дверь можно открыть? Нет Ее подперли изнутри Давай обойдем здание Должна быть лазейка Я тебе говорю Кто-то изнутри все забаррикадировал Ну, надо же проверить Да что б тебе Эй, да ладно, успокойся И тут тоже не открывается Как-нибудь Господи Подожди Что это? Так, тихо, тихо Боже мой Там шакалы Они внутри Да, влезли шакалы Значит Должен быть С вашей крышей Идем Смотри Смотри, здесь крыша ниже Ага Надо только придумать Как залезть Иди сюда Помоги сдвинуть Чтобы можно было залезть Хорошо Готовы? Ага Так, толкай Так, нормально? Да, да Погоди Забралась? Да Будь на готове Шакалы начинают беситься Когда кто-то посягает На их территорию Мне просто очень не хочется Убивать этих засранцев Что? В смысле? Они напоминают мне Ту девочку Из Фервола Ту, которая пырнула тебя ножом? Она не понимала, что делает Никто из них не понимает Это не помешает им тебе Там еще Вижу Победа Это последний А тебе это в кайф Убивать шакалов? Нет, но Согласись Эти гады реально назойливые Тут ты прав Возьми меня за руку Ладно Аккуратно Не спеши Ага Все нормально Осторожно Ох, они не только назойливые Еще и дерьмом воняют А ты поживи, как они Глянем, чем запахнешь через два года Нет уж, спасибо Куда, куда мы идем? Попробуй эти двери Тут должна быть лаборатория Или лекционный зал Центрифуга где-то здесь Я что-то не пойму На них нет Следов от поля Никаких признаков насилия Цикута Господи Вот она Ты эту Центрифугу искала, да? Да Это она Идем Черт Что это? Видно, я недостаточно хорошо спрятал байк Ладно Решим вопрос Жди тут Не высовывайся Хорошая мысль Фриканы Наши стрики Фриканы Шарахнем по нему Не уйдем Черт Потери Нет У нас потери Черт Фриканы Заряжай Заряжай Все Попался Не уйдет Не уйдет Дальше ждать нет смысла Пошли Ага Понял Да Идут шакалы Кто здесь? Это люди Как же ты с патронами? В чем дело? Не уйдет Он там засел Взять его Возьми Спасибо Сара Стромного калибра Порьмем его Нафиг Я могу их просто сжечь Отходим Отходим Отключается Будь свободен Пошли Ладно Ладно Вот это пушка У него была Да Я заметил Вон еще Их тут много Надо их убрать Надо их убрать Иначе к байку не пройти У тебя дымовухи остались? Да Отсюда видна вся парковка Будешь кидать дымовухи Мне по ходу движения Поняла? Поняла Ладно Рискнем Ну же Убили Убили Бежит Назад 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 Убили 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 Окружаем его! Ты у меня добегаешься! Какого человека не относится! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА За ним! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Обходим его! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бросаю! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я готов! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Шашки! Кончились! Оставайся там! Кажется, это... Ну, ты как? Что? Я как? Ну да, а что? Даже не знаю. Хорошо помню день нашей встречи. Ты пальнула воздух из моего пистолета и перепугалась прямо до трясучки. Что сказать? Времена изменились. Ну да. Ну все, пошли отсюда. Что с тобой случилось, Сара? Я не поняла вопрос. Слушай, ясное дело, что многое изменилось. Все, кого мы знали, уже мертвы, но... Это не объясняет? Чего не объясняет, Дикон? Почему наши бравые ребята зовут меня ведьмой Уизард Айленда? Вот это меня вообще не волнует, просто... Со мной случилось ровно то же, что и со всеми людьми на этой долбаной планете. Ладно. Ладно. Я понял. Давай, пошли. Да, я иду. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, нормально всё Ясно Кстати, лейтенант заходила Что-то там выпрашивала у Дока Да? Да, решил тебе сказать Ну ладно, спасибо, увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Жить будешь Только не лезь больше в драки Ну, не обещаю, Док Знаешь, Мэпересе Я тут подумал, я давно не выбирался в водище Теряю хватку И стоя ландандо Смеётесь, что ли? А вы серьёзно? Хотите поехать со мной? Я и сам гонял на байке, пока мир был прежним Ну ладно, поехали Капрал Док Куда-то собрались? Коронель Я давно не был на вылазках Я хотел поехать вместе с Капралом Нет, это исключено Коронель, но инкенда Послушай меня Если с тобой что-нибудь случится Заменить тебя будет мне Это сэр, я за ним присмотрю Свободен, Капрал Мэтт, я уже бывал в водище Я понимаю Но повторюсь Если с тобой что случится Я даже не знаю, что я Что я буду делать без тебя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну всё, дальше я бессильна Чем помочь? Ничем Разве что у тебя есть ДНК-синтезатор Нет, но у Форт Кломат есть магазин запчастей Могу съездить Откуда у них возьмётся И снова я купилась Вообще-то я знаю, где такой жить Правда? Ну, в твоей лабе В Кловердейле Ну да Для этого надо всего лишь как-то Перебраться через горы А, ну да Это же невозможно Ты знаешь, как туда попасть Тогда вези меня Это приказ, мам? Да Нет, я просто... То есть нет, это не приказ Да или нет? Ну, не знаю Повезёшь или нет Оденься, потеплее Дит... Слушай, если опять скажешь спасибо, я... Будешь готова дознать Куда-то собрались, лейтенант? Полковник, капитан Да, мы планируем вылазку за оборудование Ясно Как ваша работа? Хорошо Благодаря Дику То есть Капралу Сент-Джону Я значительно продвинулась Спасибо, что назначили на мой проект Лейтенант Увер тоже добился успехов Говорит, к концу недели будет готов испытать свое оружие Я в курсе Я тоже близка к цели Вы же понимаете, что вы ценнее любого оборудования Технику можно заменить, а вас нет Я уже бывала в одище И вполне могу постоять за себя Удачи, лейтенант Капрал Идёмте-ка поглядим на проект Уивера Чем он там занимается Выясним Составим Чему вообще вся эта показуха? Что? Все эти обращения по уставу Звание, униформа Как-то всё это бессмысленно Тебе не кажется? Оглянись Ты же служил в армии Должен понимать Это другое дело Почему? Но тогда в мире было больше людей Не знаю Потому и армия была для чего-то нужна По-моему, сейчас она нужнее Почему? Потому что вокруг царит хаос Нам нужен порядок и дисциплина Иначе мы не выживем Я видел много лагерей Где люди живут нормально Хотя никакой полковник их там не строит Знаешь, что забавно? Ну, к вопросу бессмысленности жизни По уставу Нет, что? Я ведь так же думала про ваш мото-клуб У вас же там были звания Дорожный капитан Президент У вас были жетоны Нашивки Татуировки Как будто своя форма И когда вы выезжали на дорогу Смотрелись вы как армия Ну, если на бороду внимания не обращать Знаешь, если подумать Ты в чём-то права Я, если честно, удивилась Когда ты пришёл в лагерь Без жилеточки этой своей Я думала, тебя с ней ничто не разлучит Даже конец света Жилеточка, да? Я ещё поговорю с полковником Может разрешить сменить форму? Ну-ну, попробуй А раньше блокпоста тут не было? Был, но я прошёл У дежурных солдат случилась Медвежья болезнь Медвежья болезнь? Эй! Эй! Глуши! Всё, разворачивайся У нас приказ Не дать никому Не дать никому что, капрал? Простите, мэм Не видел, что это вы Приказ полковника Следить за тем Чтобы никто не попытался Уйти в самоволку Обвиняете меня в самовольной отлучке? Нет, мэм Так уйдите с дороги Капрал, почему вы до сих пор здесь? Не путайтесь под ногами Да, мэм Простите, мэм О, господи Мне придётся доложить Да, докладывайте Звучит серьёзно В смысле? Он сказал, что подаст на тебя рапорт Как Мэтт это воспримет? Полковник скажет ему Чтобы знал своё место И не ставил под сомнение слова офицера Боже мой Что такое? Ничего, просто Отсюда такой вид Поразительно Да Я просто Уже не замечаю Ну, не обращаю внимания Как можно не замечать? Дух захватывает Ну да, ну да Благодарный мир встречает новый рассвет Если бы ты целыми днями пялился в микроскоп То оценил бы О, я ценю Проснуться с утра живым Это знаешь Намного лучше другого варианта Скажу тебе честно Было время, когда я в это не верила Ну, что можно жить с надеждой На следующий день? Да, я тебя понимаю Чем ты жил? Ну, как держался? Не знаю Упрямством одним держался Слишком был упрям, чтобы сдохнуть Я тебе не верю Я ведь сдался Сара Правда А потом, не знаю Бухарю сожгли руку И мне пришлось Я же не мог допустить, чтобы он умер И я смотрел, как он Борется Хотя, казалось бы, какой смысл Нихера же ведь никакого смысла Наверное, я не хотел Не хотел его подвести Поэтому я не мог пойти этим путем А потом выяснилось Что ты жива И вот В этот момент Мне по-настоящему захотелось Покончить с собой Да ладно Нет, серьезно Но Потом я вспомнил, что у тебя мое кольцо Вот ради него я и решил держаться Думал Сгоняю Заберу его у тебя А в итоге вон как вышло Паршиво Точно Все еще наладится Ты ведь это знаешь? Ну да Да Мы можем победить, Дикон Правда Ты меня пытаешься убедить? Или себя? Мы уже рядом, да? Да Подъезжаем к тоннелю Тилсон Так, помоги мне его сдвинуть Боже Это что такое? Это Сигел Предупреждение от упокоителей Упокоителей? Сектанты Упокоители Они резали себя Поклонялись фриком Хотели быть как они И Вот что случалось с теми Кто не хотел быть как они Что если мы на них наткнемся? Не наткнемся Поможешь или как? Да, да Ха! Ха! Так, погоди Тут придется протискиваться Господи Понятно, почему все побросали машины Это еще что Вот на Олдбелнапроуд Есть туннель По которому мы с Бухарем Постоянно ездили Перед постом Неро Выстроилась пробка Длиной в милю И тут нагрянули фрики Звучит ужасно Я видал и похуже, но Да Выглядит знакомо Да, да Это здесь Надо же Не думала, что еще вернусь сюда Так, понятно Электричество есть Ну, это меня не удивляет На крыше стоят солнечные батареи Были слухи про генератор на ядерном топливе Но своими глазами не видела Ну, и как мы с тобой туда попадем Сейчас покажу Раз уж тут и есть электричество Сара Ирен Уитакер Номер 2007659 Здравствуйте Сара Ирен Уитакер Добро пожаловать в научный центр Кловердейл В прошлый раз Вы авторизовались в системе 751 день назад Подождите Ну, ни хрена себе Какие у вас тут технологии Да ладно, брось ты Айри неразумна Она немногим больше, чем помощник в смартфоне Айри? Автономный интеллектуальный рабочий интерфейс Боже мой Что такое? Ничего, просто Ничего себе Ты смотри, сколько тут еды Не понял, как это все Не засохло? Ну да, а растительная система же вся на автоматике Пока есть энергия Все работает само по себе Да это охренеть Тут прямо все есть И еда тебе И вода И электричество Здоровенная града Удивительно, что тут никто Не поселился Ты сам сказал Электричество Все-таки это 8 тысяч вольт Попробуй сюда сунься Видишь? Идем Видишь? 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 Все Вμεство mostrar Отвони ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жесть. Сраные вороны. Совсем охренели. Они заражены. Поэтому стали такими агрессивными. Поэтому стали занозой в заднице. Наверное, можно вылезать потихоньку. Ладно. Пошли. Да. Ну и что тут произошло? Не знаю. Что? Сара. Они все... Они ведь здесь все работали. Да? Узнаешь кого? Да. Да, узнаю. Все, идем. Кто-то расстрелял их, когда они пытались уехать? Судя по всему, да. Потом просто все заперли и ушли? Какой в этом смысл? Не знаю, Дикон. Меня тут не было. Сара и Рен Уитакер. Два ноль ноль семь шесть пять девять. Черт. Здесь не работает. Пошли, тут есть еще одна. Ладно. Так почему это... Как ее там? А, Эри. Почему на воротах она работает, а на двери нет? Я удивлена, что она вообще работает. Я помню, наши айтишники постоянно жаловались, что система падает. И это при еженедельном техобслуживании. А прошло сколько? Два года? Да что такое? Почему они не работают? Сара. Что? Говоришь, сюда никто не может пробраться? Да? А что? Кто-то уже здесь. Вашу мать! Ну да, так и есть. Они закрыли мне доступ. Эй! Эй, впустите нас! Мы быстро уйдем и ничего вам не сделаем! Впустите! Ну, а другой вход есть? Да. Есть вариант, идем. В служебном корпусе есть пожарный выход. Так наверняка они и его тоже заперли. Да может, никакие они ничего не запирали. Это, наверное, просто глюк. К тому же, аварийные выходы нельзя заблокировать. Существуют протоколы безопасности. Вот он. Надо только сообразить, как туда залезть. Погоди, погоди. Я могу прострелить защелку. Вот чёрт! Неплохо. Ты так раньше делал? Да, бывало. Не нравится мне это. Давай я пойду первым. Не знаю, что там произошло на парковке, но я тебе говорю, через этот забор никак нельзя перебраться. Я этих людей знаю. И если Джим там, он нас пусть... Джим? Это который стерёк ворота? С таким рвением, что как-то раз меня чуть не пристрелил? Но это было очень давно, и с тех пор многое изменилось. Да, только не к лучшему. Сара Ирен Уитакер, номер 200-7659. Добрый день, Сара Ирен Уитакер. Добро пожаловать в научный центр Кловердейл. В прошлый раз вы авторизовались в системе 7 минут назад. Подождите. Вот видишь, те двери, наверное, просто сглючили. Ты готов? Быстро, быстро! Придеться! Ах ты, Юток! Просто сглючили? Да. У меня правило простое. Никому не верь и жди худшего. Я начинаю понимать твою логику. Сиди тут, прикрывай меня. Ты должна как угодно и не включить. Поняла? Я скажу, как и все. Если будет возможность, прострели эти долбаные динамики. Я от ее голоса уже зверею. Я тебя понимаю. Внимание. По нарушителям разрешено стрелять на поражение. Тревога, тревога. Извещена служба 9-1-1. Полиция уже в пути. Остановитесь, и вы не пострадаете. Дайте. Иду. Надо подняться по лестнице и пройти через переход. Ладно. Тревога, тревога. Это тревога 4-го уровня. Стрельба на территории. Макс. Черт! Разрешено стрелять на поражение. Внимание. Разрешено стрелять на поражение. Тревога, тревога. Извещена служба 9-1-1. Полиция уже в пути. Остановитесь, и вы не пострадаете. Заперта. Подожди. Сара Ирен Уитакер, номер 2-0-0-7-6-5-9. Сара Ирен Уитакер. Несанкционированное проникновение. Включена блокировка дверей. Повторяю. Отмена. Номер 2-0-0-7-6-5-9. Отмена. Защитный протокол. Альба 7-6-1. Отменен. Охрана, проследуйте в службе. Господи, да заткнись ты уже. Похоже, внутреннюю защиту не заблокировали. Ты готов? Да, только теперь я пойду первым. Нет, теперь мы пойдем вместе. Внимание. По нарушителям разрешено стрелять на поражение. Разрешение. Черт. Снайперы на крышах. Ну-ка, тревога. Извещена служба 9-1-1. Полиция уже в путь. Там еще! Останови... Тревога, тревога. Это тревога четвертого уровня. Стрельба на телевизоре. Сара и Рен Витекер. Номер 2-0-0-7-6-5-9. Отмена блокировки и отключи нахрен голосовой ответ. Ого. Готово? Да. Внимание. По нарушителям разрешено стрелять на поражение. Внимание. Разрешено стрелять на поражение. Джим, стой! Ах, ты ублюдок. Ну, сама говоришь. Многое изменилось. Надо убедиться, что путь свободен. Тревога, тревога. Извещена служба 9-1-1. Полиция уже в пути. Остановитесь, и вы не пострадаете. Тут пусто. Тревога четвертого уровня. Стрельба на территории. Охрана, проследуйте служебный корпус. Внимание. По нарушителям разрешено стрелять на поражение. Ладно, порядок. Внимание. Разрешено стрелять на поражение. Попробуем через дверь. Сара Ирен Уитекер, номер 2-0-0-7-6-5-9. Отмену блокировки и отключи нахрен голосовой ответ. В доступе отказано. Сара Ирен Уитекер, ваш допуск был отозван. Пожалуйста, обратитесь к системному администратору. Ах, ты сука. Охрана, проследуйте служебный корпус. Что равно бы мы так угодили прямо в западню? На эту дверь с той стороны все пушки сейчас нацелены. Нам нужен другой вариант. А что, он есть? Да уж найду. А отсюда и есть какой-то выход на крышу? Разрешено стрелять на поражение. Вот здесь. Внимание. Разрешено стрелять на поражение. Тут есть уступ. С того кондиционера ты сможешь залезть на крышу. Нет, на крышу придется лезть тебе. Заберись туда и открывай огонь. Ты должна их отвлечь. Пока они все смотрят вверх, я зайду отсюда и застану их врасплох. Слушай, да, это очень хороший план. Но есть одна проблема. Какая? Дверь на замке. Ты не забыл? Это тревога четвертого уровня. Черт. Пойдем, у меня есть идея. Охрана, проследуйте в служебный корпус. Внимание. По нарушителям разрешено стрелять на поражение. Внимание. Разрешено стрелять на поражение. Что ты делаешь? Есть, вошла. Они вырубили систему защиты, но забыли про админские коды. С этой станции я могу выдать тебе временный код доступа. Код будет таков. Тревога, тревога. Слушаю. Твое полное имя и номер 542-9009. Запомнил. Остановитесь, и вы не пострадаете. 542-9009. Правильно? Да, пошли. Тревога, тревога. Это тревога четвертого уровня. Стрельба на территории. Охрана, проследуйте в служебный корпус. Ну-ка, помоги мне тут забраться. Внимание. Сейчас, момент. По нарушителям разрешено стрелять на поражение. Внимание. Разрешено стрелять на поражение. Готов? Ага. Заберешься? Да. Дождись, пока я отвлеку их, заходи. Тревога, тревога. Извещена служба. Слушай, ты только не рискуй. Один, один. Полиция уже в пути. Издеваешься? Остановитесь, и вы не пострадаете. Я теперь рискую каждый день. Ладно. Давай. Тревога, тревога. Это тревога четвертого уровня. Стрельба на территории. Охрана. Джимун, я знаю, что ты там. Ответь мне. Дикон Ли Сент-Джон. Номер 5429009. Что ты говоришь? Доброе утро. Скажи им, чтобы не стреляли. Дикон Ли Сент-Джон. Добро пожаловать на улицу. Номер Тейл. Джим, можно все решить по-другому. Пожалуйста. Отключить голосовой ответ. Полиция! Джим, послушай меня. Поехали. Сама виновата. Надо было сразу уходить, пока могла. Девять один один. Полиция уже в пути. Остановитесь, и вы не пострадаете. Черт, обойти хоть? Береги! Двигай! Убить, убьют! Да стой, убьют! Ну-ка, это стрельба на территории. Охрана, проследуйте в служебный корпус. Это последний. Нет, остался еще. Внимание, по нарушителям разрешено стрелять на поражение. Ну ладно, подожди. Внимание, разрешено стрелять на поражение. Замужий в пути. Остановитесь, и вы не пострадаете. Тревога, тревога. Это тревога четвертого. Руки! Не стреляй! Не стреляй, я сдаюсь, сдаюсь! Не стреляй! Он нужен живым! Твою мать! Руки вверх! Ладно, ладно, вы скажите, что вам нужно. Так, хорошо. Он чист! Мы просто защищались. Ну-ка, давай. Там снаружи столько мертвых, Джим. Это ты их всех перестрелял? Не понимаю, о чем вы говорите. А за что? Что они такого хотели-то? Вернуться домой к родным? Привезти их сюда. Но ты им не позволил. Мы просто не могли рисковать. Вставай. Стойте, стойте, стойте. Я не могу. Не заставляйте. Джим, я считаю до трех. Нет, 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 нет. Раз. Вы не понимаете. Два. Нельзя этого делать. Три. Открывай гребаную дверь. Ладно, ладно. Вы знаете, что вы делаете? Спасибо, Джим. Не беспокойся. Мы все знаем. Пожалуйста, не надо. Отпустите. Извини. Мы просто не можем рисковать. Идем. Хочу убраться отсюда. Так это правда. А я не хотела верить. Ты о чем сейчас? Это же все моя вина. Я не понимаю, о чем ты? Я же должна была сразу понять. Раньше мы тут растили. Копытник и магонию. И вдруг все изменилось. Они все перекрыли. Лишили меня допуска. Дэвид ведь говорил мне. Он говорил что-то не так. Стоп. Кто такой Дэвид? Дэвид Горман. Он проходил у нас практику. А я ему сказала, что у нас большой фарм-бизнес. Что у нас... У нас хай-тек и все такое. Что на кону миллиарды долларов. Так что не надо мутить воду. А он не послушал. Он влез в систему. Обошел защиту. Он сказал мне, что это какой-то супер-секретный госпроект. Ты лишь кто-то там не знал. Секретный проект. Ты успокойся. Он хотел стать следующим Сноуденом. Он хотел лично вытащить это все на свет божий. Дэвид Горман изобличает империю зла и спасает мир. Ну, ты понял. А я не стала его слушать, Дикон. Я сказала ему, что он просто параноик. И, видимо, он пробрался сюда и раздобыл какой-то образец. Я не знаю, что за дрянь они тут стряпали. Погоди, я ничего не понимаю. И, конечно, это уже потом у меня пазл сложился. В тот день, когда меня ранили, я поехала в офис Кловердейла Фервелли. Я хотела отыскать Дэвида, но его там уже не было. Он две недели как уехал. В Портленде проходила большая конференция экологов. Видимо, он поехал на встречу с репортером. Наверняка был уже заражен, но еще не знал этого. О, Господи. А через два дня, через два дня все на этой конференции уже подхватили заразу. Они сели на самолеты и по домам. Неделю спустя два с половиной миллиарда человек погибли. Сара, нет, ты в этом не виновата. Ты не могла его остановить. Как бы ты его остановила? Это исследование. Мой проект был частью всего этого. Дикон, я к этому причастна. Я, меня, меня использовали. Так, слушай, погоди секунду. Что? А как отключить электрическую ограду? А, питание вырубить, это в здании рядом с теплицами. А зачем? Ну, просто тут много еды, и я подумал, надо бы связаться с Бухарем, сказать ему и Рики, ну, то есть всем в Лос-Лейк сообщить. Ты сможешь сама погрузить? Да, смогу. Ладно, я быстро. Давай. Генераторная. Наверняка вот это здание. Опять вороны. Чёрт. Отдак вам. Горите, твари. Да, пойдёт. Теперь осталось вскрыть дверь. Не сейчас. Не сейчас. Ну вот. Вроде бы всё. Бухарь, это Дикон. Приём. Лагерь Лос-Лейк. Меня слышно? Дик. Дик, это ты? Да, Бухарь, это я. Рад тебя слышать, брат. Я тоже рад. Короче, у меня мало времени. А тот научный центр, где работала Сара, рядом с Сайрон Бьют, где упокоители. Короче, ты понял, какое. В общем, здесь есть еда. Да, много еды, кукуруза. Скажи Рике, Майку, пусть пришлют кого-нибудь. Стой, ты её нашёл? Ты нашёл Сару? Да, Бухарик, я её нашёл, да. Это, это охрененно, Дик! И когда привезёшь её к нам в Лос-Лейк? Нет, я долго объяснять. Давай потом. Дик? Да. Скажи ей. Скажи. Берегите себя. Хорошо. Бухарь. Бухарь, Бухарь. Вызываю лагерь Лос-Лейк. Чёрт. Лос-Лейк, приём. Рики, отлично, слушай. Дик? Да, да, это я. Короче, тут... Не ожидала тебя услышать. Майк сказал, ты не вернёшься. У меня мало времени. В общем, тут есть... Ты её нашёл? Да, да, нашёл. Рики? Я рада, Дик. Ты был прав, мы выжили. Хорошо, что и она тоже. Дик? Да, в общем, слушай. Тут есть одна ферма. Электричество. Ограда под напряжением. Ага, я поняла. Если сюда приедете, спроси Бухаря. Это где Сара работала? Рядом с Айрон Бьют. Он знает, где это. Приезжайте, тут еда. Тут много еды. Я поняла. Как он там? Он хорошо, хорошо. Угадай, кого Майк поставил начальником охраны. Чё, реально? Ага. Обалдеть. Можешь ему... Хотя, ладно, Рики, мне уже пора. Пока, Дик. Знаешь что? Подожди, подожди, подожди. Помнишь, ты сказала мне про свечку? В общем, ты была права. Я знаю. Конец связи. Пока, Рики. Сан-Джон, говорит Коури. Где ты? Мой боец доложил, ты проехал через его пост у перевала Тилсон? Да, капитан. В Айрон Бьют есть научный центр. Саре, лейтенанту Уитакер, потребовалось кое-какое оборудование. И это единственное место, где его можно раздобыть. Она не выходит на связь. Полковник хочет знать, почему вы ещё не вернулись. Скажите ему, что мы уже едем. Он хочет с тобой поговорить. Не слышу вас, связь прерывается. Мы скоро будем, конец связи. Ты с ним поговорил? С Бухарем? Да. Да, да. Сказал ему, что у нас всё в порядке. И что ехать пора. Нам надо миновать перевал, пока погода не испортилась. И что думаешь? Не знаю. На вид дело плохо. Ну, что ж, попытка не пытка. Всё, поехали. Чисто! Эй, иди сюда, поешь чего-нибудь? Да, секунду. Я вымокла до нитки. Извини. Я думала, что никогда не согреюсь. Ты вроде хотел поесть? Да. Да, сейчас. Да. Есть ты не хочешь? Да, мне тоже. Замерзла? Иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 В лазарете? Субтитры сделал DimaTorzok.